Ну вот, в этом месяце снова придется фискальный накопитель менять. А еще договор с ОФД перезаключать. Прощайте очередные 10 тысяч рублей. А магазинов у меня два. Так что все 20. Блин, одни расходы. Это прескорно. Хотя у нас тут в узких кругах слушок ходит, что можно как-то и схитриться, и вообще без кассы работать. Но про это мы с вами уже говорили. Вы со своим цветочным магазином, к сожалению, ни к одной категории счастливчиков не относитесь. Да помню, я помню. Но мне тут один приятель говорил, что есть другой способ. Типа дистанционная физкализация или что-то вроде того. Там как-то хитро, но касса в общем не нужна получается. Да ладно! Но во-первых, не дистанционная, а удаленная физкализация. Это такой режим, при котором непосредственно в месте осуществления расчетов в некоторых случаях действительно можно обойтись без кассы. Ну вот, а я тебе про что? Не спешите радоваться. В этом случае хотя бы одна касса с фискальным накопителем все равно должна быть. Просто она может быть расположена где-то в дата-центре. И вы ее, по сути, просто арендуете. Покупателю в этом случае чек отправляется в электронном виде. По смс, либо на имейл. Такую услугу чаще всего называют облачной физкализацией. Но стоит такой сервис не менее 2000 рублей в месяц. Стоп! А это уже дороже получается, чем свою собственную кассу покупать. Мы с вами совершенно согласны. Смотря в каком случае. Если у вас десятки курьеров, которые все будут удаленно работать через эту облачную кассу, то получается выгодно. Ну а кроме того, вы можете использовать свою собственную кассу и никому ничего не платить. Интернет-сервис 1С Касса позволяет без дополнительной оплаты удаленно печатать чеки ваших курьеров на кассовом аппарате в вашем магазине. Ну вот, отлично же. Оставлю одну кассу в основном магазине, а во второй торговой точке уберу. И буду с двух магазинов чеки печатать на одном аппарате. Половину расходов сэкономлю. Какой хитрый человек. Увы, так не получится. Дело в том, что закон строго ограничивает ситуации, когда вы можете применять онлайн-кассу, расположенную вне места совершения расчетов. К таким случаям относятся разносная торговля, курьерская доставка, расчеты по месту выполнения работ или услуг на территории заказчика, реализация проездных документов в салоне транспортного средства, а также расчеты за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Черт. Слушай, а если у меня второй магазин нестационарный? Ну, типа торговый прицеп, фургончик на колесах. Он как разносная торговля не прокатит? Не прокатит. К разносной торговле, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, относятся торговля с рук, с лотка, из корзин и ручных тележек. Что-то мне подсказывает, что ваш торговый прицеп немного великоват для ручной тележки. Не, ну ты смотри, как издевается, а. Помоги лучше. Брат, выручай. Мы стараемся сделать для малого бизнеса все, что в наших силах. Вот если вы соберетесь, например, в разнос с цветами торговать, или курьерскую доставку освоите, то поставите программу 1С мобильная касса курьеру прямо на смартфон. И никаких дополнительных касс покупать не нужно. Чеки вам в магазин прилетят. Или, если решите, прямо в своем магазине, второе рабочее место кассира организовать, чтобы очереди уменьшить. В таком случае можно использовать уже имеющуюся кассу. Из двух рабочих мест на ней чеки печатать. И заметьте, все это без дополнительных расходов. Удаленная фискализация в 1С касса уже включена в стандартный тариф. Получается, хотя бы одна касса на магазин все равно нужна. Так? Да, нужна. Увы, тут мы ничего сделать не можем. Таков закон. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok